На ночной уходу в минувшие выходные вышли полицейские, бойцы ОМОН и СОБР. Первый пункт проверки – Четенский клуб «Голливуд». Он популярен среди молодежи, однако не все тусовщики, как выяснилось, шагают в ногу с законом. Ночная ревизия коснулась 270 посетителей клуба и расположенного неподалеку пивбара. Задержаны 122 человека, среди них и несовершеннолетние. Одного из участка полиции вызволять приехал отец. Дальняя дорога из Сретенска до Четы за любимым чадом мужчину, видимо, не смутила. Два несовершеннолетних помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей краевого ОМВД, а шесть человек доставлены в Центр социальной реабилитации. Кроме того, задержаны два человека, которые находились в розыске. Один из них находился в розыске за судебными приставами и имел неисполненные финансовые обязательства. Другой гражданин – это Четинец, 89-го года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Разыскивал органы дознания. Кто-то из посетителей прихватил в бар противозаконный багаж, так называемый бульбулятор. Устройство для употребления наркотиков молодой человек припрятал в туалете заведения, в укромном месте, в полуразрушенной стене. У другого тусовщика и вовсе при себе оказалось оружие. В ходе мероприятия проводился личный опыск граждан, которые находились в ночных заведениях. У одного гражданина на момент проверки находился пневматический пистолет. Разрешение на приобретение и хранение данного пистолета не нужно. В связи с этим оснований для его изъятия у сотрудников полиции отсутствовали. Алкоголь, что нелегальной рекой лился в клубах и кафе, изъят. За нарушение правил продажи за ночь бар и заведения опустили на 59 литров водки на общую сумму 97 тысяч рублей. Местный Голливуд, пивбар на Амурской, а также кафе Месоед и Солнечный остров по-прежнему занимают лидирующие позиции в сводке правонарушений. Однако те, чья ночь в выходные не задалась, ступать в конфронтацию с правоохранителями не стали. Однако от недовольной брани не удержались. Марина Лиханова при содействии пресс-службы ОМВД России по Забайкальскому краю.